Транснациональные аресты 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 СССР. Куш от квартирных краж позволяет профессиональным домушникам и их предводителям безбедно жить на Западе, отдыхать на дорогих курортах и скрашивать отбытие наказаний своим сторонникам за решеткой. Воры грузинского происхождения искусно вскрывали не только входные двери, но и первоклассные сейфы, причем похищали не только наличные. У злоумышленников, как считают полицейские, были прекрасный налаженный канал избыток радиных мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер. Также предполагаемым преступникам удавалось перепродавать золотые драгоценности, часть похищенного они переправляли по почте в другие страны с целью легализации. Многие воры их уровня совершают преступления лично, не столько из-за нужды, хотя бывает и такое, сколько ради адреналина. Как говорится, и весело, и дает средства к существованию, говорит Гефтер. Предтечи активных действий европейской полиции стали многочисленные обращения пострадавших. Жители европейских государств ощутили на себе оборотную сторону упрощенного миграционного режима с Грузией. После введения безвизового режима для граждан Грузии в Греции резко возросло количество квартирных краж, поэтому помощь грузинской полиции – это не просто вопрос сотрудничества, сколько долг чести перед европейским сообществом, рассуждает главред Прайм Крайм. Судебная практика последних лет показывает, что титулованные подсудимые получают оправдательные приговоры практически в 100% случаев. Если при Саакашвили в пресловутом СИЗО номер 7 содержалось больше 20 законников, то сегодня, по моим данным, всего трое, причем это самые безобидные фигуры. Если Кабаладзе, как это и предполагается, выдадут в Грузию, скорее всего, он станет четвертым, если, конечно, опять не сбежит, считает Гефтер. Не успела грузинская мафия отойти от мощного удара испанских полицейских, разгромивших в ноябре 2017 года окружение Кахабера Шушанашвили. Сам Кахар Уставский сейчас отбывает срок заряд мошенничеств в Испании, как французские жандармы и их греческие коллеги переловили с подручных его старшего брата, Лаши. Лаша Шушанашвили входит в пятерку самых влиятельных воров в законе вообще, а в Греции он безоговорочно номер один. Также он один из главных претендентов на место Шакра. Этого олигарх с еще большими амбициями, рассказала порталу из .ру Виктория Гефтер. Лаша родился в Рустави. Первый срок получил за оскорбление офицера – 6 месяцев колонии. Затем два года получил за пьяную езду за рулем. Почти сразу после освобождения Лаша совершил новое преступление, по его вине в ДТП погибает человек. За это он получил 8 лет колонии, срок отбывал в Кировской области, где сблизился с криминальными авторитетами. После развала СССР Лаша и его младший брат перебираются в Европу, где контролируют бригады домушников и грабителей. География их деятельности – Швейцария, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Австрия, Германия. Также братья, по данным полиции, занимались рэкетом в отношении бывших граждан Союза, обосновавшихся на Западе. Добытые преступлениями средства родственники вкладывали в недвижимость в России, Израиле, Объединенные Арабские Эмираты и Греции. Звездное время братьев началось после посадки шакра молодого, заправлявшего криминальным бизнесом в Испании. Лаша Ростовский в свое время был близок к бывшему патриарху российского уголовного мира деду Хасану. По паспорту Аслану Саян, управлять хозяйством было доверено братьям. Они контролировали финансовые потоки, улаживали конфликты среди авторитетов и обеспечивали исполнение воровских решений. Такой расклад не понравился Триалу Аняни по кличке Таро, другому тяжеловесу криминального мира. В итоге воров законил Аша, Япончик, Вячеслав Иваньков и Усаян провели сходку в столице, на которой поставили под сомнение статус Аняни. Это привело к многолетней кровопролитной войне воровских кланов деда Хасана и Таро. В 2010 году под следствием оказался Каха Руставский. В 2016 он получил почти 21 год колонии по совокупности преступлений, связанных с хищениями, вымогательствами, убийствами и незаконным оборотом наркотиков. Теперь угроза нависла над старшим из клана Шушанашвили. Хотя Виктория Гефтер считает, что серьезных обвинений на сей раз Лоша Руставский избежит. Шушанашвили не в счет, потому что ни греческая, ни французская полиция претензий к нему не имеет. Его задержание, скорее всего, было нужно для помпы, рассуждает журналист об итогах спецоперации. Греция при желании могла бы бороться с засилием уголовников из Грузии, но этого не происходит. Стоит упомянуть, что суд Греции в 2012 году отказал властям Испании и Грузии в выдаче Лоша и Шушанашвили, хотя в отношении него выдвигались серьезные обвинения в этих странах. Его отпустили под подписку о невыезде, не задолго до процесса его задержала местная полиция за незаконное хранение пистолета и патронов. Причем тот арест был проведен при содействии ФБР и МВД России, предупредивших греческих силовиков о воровской сходке. Местная пресса сообщала о том, что Греция самостоятельно расследовала похождения Лоши. Говорилось о суровом приговоре для грузинского авторитета. Его приговорили к 2014 годам заключения. Но в 2015 году он уже появился в столице России по воровским делам. В Греции обосновались несколько десятков воров в законе. Очевидно, даже из названия полицейского мероприятия, что мозговым центром спецоперации выступила именно французская сторона, стоит отдать им должное. За поимкой Кабаладзе стоит серьезная оперативная проработка всей операции. Если не спасся даже вор, который был не на виду, значит, пропалывали почистую, говорит журналист. О том, что первую скрипку в расследовании играли французы, свидетельствует и то, что санкционировал действия полиции суд в Рене. Эта инстанция контролировала дело с января. То есть к задержаниям полицейские готовились как минимум три месяца. Продолжение следует...